Зрелище необычайной красоты, которым можно любоваться только пару недель в году. Крым буквально утопает в тюльпанах и диких, и выращенных селекционерами. Самые красочные и разнообразные клумбы, конечно, в Никитском ботаническом саду. Наш корреспондент Виталий Каченко узнал, какие тюльпаны пахнут оливковым маслом и сколько стоит вывести новый сорт. На фоне Черного моря все цветет и благоухает. Рябчики, нарциссы, японская сакура. Но главный на этом весеннем параде, конечно, тюльпан. Букет, уж если не из миллиона, то есть десятков тысяч цветов. И пусть лишь на мгновение на фото, но каждой девушке в подарок на память. Несмотря на то, что глаза разбегаются от этой красоты, но очень понравились вон те красные мокровые тюльпаны, которые на пионы похожи, на гвоздики. Вообще безумной красоты цветы. Даже не ожидали, что такое можно увидеть у нас в Ялте. Завораживающее зрелище, когда 80 тысяч тюльпанов расцветают сплошным ковром. Можно увидеть лишь раз в году. Перенести на холст все и сразу невозможно. Для художников со всей России пленэр в Никитском ботаническом саду – источник вдохновения после серой зимы. Получаешь огромное удовольствие от красоты и от окружающего запаха. В общем, здорово. Плейгелл в розовом. Русская она красавица неизменно в красно-алом лепестковом платье. Крымские модницы за тюльпанными тенденциями следят не менее пристально, чем за показами на европейских подиумах. Рассветка на грядке. Она, говорят, и тон в одежде задает. Тренд сезона весна-лето 2018. Цвет фукси модный. Ярко-ярко-малиновый. Необычайно пестрых красок действительно очень много. Вот желтое экзотическое солнце с игольчатой бахромой. Шато и вовсе назвать тюльпаном сложно. Пион больше. Самый необычный распустившийся флеминг спрингрин. Не только ножка. У него и бокал с зеленым отливом. Есть и бордовая, и даже темно-фиолетовая. Почти черная. Самый вкусный. Только проклюнувшийся пломбир с вишневым сиропом и фисташкой на дне. Тюльпан мороженое. Никто не пробовал, но коллекционеры уже облизываются. Традиционных, более привычных, белых, желтых, красных целые поляны. Они неприхотливы. Такие на дачу высадить можно. Селекционеры выводят сорта и под заказ. Удовольствие не дешевое. Но такой будет только у вас. Как и раньше, тюльпан достаточно дорогой. Потому что вывезти один сорт, для того, чтобы его под ключ продажа, стоит 150-200 тысяч евро. На вес золота тюльпаны были и тысячу лет назад. Когда из кафы нынешней Феодосии их буквально по луковице вывозили в Турцию, а затем перепродавали в Нидерланды. Побывать на родине тюльпанов, пожалуй, мечта каждого туристов. Она-то вовсе не в Голландии, как многие думают, а здесь, в Крыму, на Керченском полуострове. Такую палитру цветов, белые, желтые, красные, можно увидеть только в Апугском заповеднике. Это сезон цветения. 270 сортов, лучшие представители со всего мира. А вот самый крымский сорт скиф расцветет только через неделю. И туристы смогут наслаждаться им почти до середины лета. Виталий Катченко, Юрий Ламзин и Павел Силин. Первый канал. Крым. Ялта.